Доброе утро страна! Всем привет! Пока вы присоединяетесь, буду начинать такую прелюдию, куда мы едем, потому что не знаю как будет с интернетом. Если нет, просто снимем потом для youtube канала. Едем на Коркинский разрез, самый большой разрез в мире. Евразийский. Большая тюльберлитовая трубка, мирная. Рядом Леша Серебряко, моя любимая Масенька. И что у нас там? Этот разрез виден из космоса. Это огромнейшая такая дыра в нашей планете. Не знаю, опять же говорю, будет ли там интернет. Вообще удивительно, что он здесь есть. У нас в Питере то его не везде. Можно найти. Алексей огромный привет. Леша Серебрякова привет. Тебе куча приветов. Тоже привет всем. И вам всем привет. Спасибо за уважение. Ну что, так что сейчас будем сделать такую маленькую прелюдию. Надеюсь, что у нас получится сделать перископ прямо на разрезе. Если вдруг не получится, не ругайтесь. Мы просто тогда сделаем там репортаж, потом оператор его обработает уже в Санкт-Петербурге и мы это видео выставим. Привет, Черного моря. Спасибо. Миша, Миша с нами. Миша на машине, который едет перед нами. Вон там, видите, далеко черная мазда. Это Мишка. Так, Саша и Ира. При этом большой челябинский братья. Хорошо, спасибо, челябинское братья. Огромное. Саша, какую есть воду из организма? Ну как, как. Если быстренько, то веришь перрончик с триампуром, а если не быстро, то просто убирать соли и больше аэробики. Саша, у меня уже 11 лайков на твою фотку. Знаешь ли, Аркадия Величко? Наверное, нет. Как прошла дегустация пива, на самом деле много не пили. Было, наверное, бокалов 6 разного пива. Два мне понравилось. Это было пшеничное пиво, нефильтрованное. Еще одно премиум. Одно пиво было очень похоже на старый добрый советский жигули. Вот. Серебрякова огромный привет уже передавал, но еще раз спасибо. Лишний привет не бывает. Точно лишним. Откуда койки? Откуда? Оттуда. Сколько весишь? Малыш, Андрей, это ты? 120 я вешаю, а может быть уже и больше. Тут уральское гостеприимство зашкаливает. Я даже вроде набираю тот вес, с которым я никогда не рос. Зарубу с Лешей будет? А с чем я с Лешей буду зарубаться? Лешка богатырь, а я так. Так что пока зарубы не будет. А вот всякие философские беседы, наверное, будут. Ты считаешь БЖУ? Нет. Сейчас их не считаю, а в Питере в какой-то мере просто соблюдаю какое-то количество белка и оттуда биваю его своими любимыми бацашками. Это очень скользкая дорога, поэтому едем аккуратно. Да, едем километров 30, потому что и колейность, да, и очень все скользкое. Аркадия Величко не знаю, поэтому ничего не могу сказать про него. Простите. Уже три раза. Миша может сказать. Не знаю, надо спросить у Миши, он в другой машине. Попробую узнать. По поводу фармакологии не консультирую. Обрати, пожалуйста, на Лешу и пусть Леша нам расскажет про этот разлом. Ну что? Леша, ты знаешь про этот разлом? Про разрез? Да. Ну я знаю, что Коркинский разрез, он самый большой разрез евразийской, так, части земного шара, так сказать. И это открытая добыча угля. Сколько лет она уже ведется там? По-моему, с 40-х годов. То есть 70 лет он не заканчивается? Горнообразующий. Вот мы сейчас, мы были в поселке Роза, сейчас мы пересекаем город Коркино. Коркино как раз это градообразующий такой город, который образовался благодаря тому, что стали вести именно вот эти добычи угля. Вот сейчас мы через город Коркино. Такой маленький городок Челябинской области. А чего вам по глубине, по ширине? 500 точно. 500 точно. 500 чего? 500 метров. А, глубина? У меня есть, кстати, у меня есть фотография, где-то в Фейсбуке и ВКонтакте, я на пленку фотографировал этот разрез, и там я очень точные данные по нему выкладываю. Я знаю, что когда взрывали, первый взрыв, когда разрез начали обрабатывать, значит, вот этот взрыв был зафиксирован всеми, по-моему, несколько раз обошел взрыв земной шар, и был всеми сейсмологическими станциями мира зафиксирован. Выселяли тут население, выселяли. Это когда его взрывным типом делали поначалу этот разрез. То есть, что, был ядерный? Ну, не ядерный был, но, по-моему, в тротиловом эквиваленте можно... Все, мы провисли? Тогда заканчиваем трансляцию, выйдем в следующий раз. Значит, провисли? Попали в разрез? Ну, что, мы видны или не видны? Кто-нибудь отвечает? Прости. Не, все, мы провисли. Ага, зависла. Ну, ничего. Спасибо.